итак дорогие зрители всем четверг кархаус снова на связи и сегодня мы с вами проговорим про аватар а начнем с чего что мы вообще знаем в целом про чанан ченган кому как удобней хуэй и катал ченган производит автомобили не всегда хорошие часто это выглядит вообще как какой-то просто кусок металла с колесами я не знаю какую коробку еще назвать про хуэй мы знаем что это один из лидеров производства электроники в китае прокатал мы с вами знаем что это один из мировых лидеров в целом в производстве батарей а конкретно как минимум литий-ионных батарей так вот эти три фирмы объединились в коллаборацию и создали фирму аватар так вот встречайте аватар 1 2 это у нас ребят вторая модель этой марки все вы хорошо знаете аватар 1 1 теперь мы с вами знакомимся с аватаром 1 2 автомобиль значительно подрос естественно это уже у нас не кроссовер это полностью легковой автомобиль и заранее скажу достаточно низкий обращаем на это внимание он разросся и за счет того что он разросся вот эти линии которые были присущие 11 на 12 заиграли новыми прям красками но об этом мы с вами поговорим когда будем обсуждать внешку и езду на нем в целом а сегодня мы с вами первым делом познакомимся с техничкой а начнем мы с вами с того что беспокоит меня конкретно достаточно сильно в российской эксплуатации я думаю эта штука будет достаточно низкой вы слышите как шумит тепловой насос я слышу а это он по порогам у нас порядка почти на 15 половиной сантиметров этого вполне достаточно для того чтобы спокойно эксплуатировать легковой автомобиль вообще выше крыши ну больше да там больше узи кора машина не на пневме это у нас нет же тихо это средняя версия она у нас без автоматических дверей без пневмоподвески и ребят эта машина является главным наверное на сегодняшний день конкурентом такого бестселлера как zikor 001 и сравнивать мы эту версию на пружинах будем zikor на пружинах точно так же у zikor на пружинах у нас 18 сантиметров примерно дорожный просвет почти как у кроссовера но zikor у нас на самом деле такое разросшиеся комфорт купе прям очень разросшиеся мы его почти можно назвать кроссовером вот ахиллесовая пята смотрите передняя часть да это конечно у нас резиночка но обратите сюда внимание 11 половиной сантиметров но это здесь да вот это все подгибается но до бампера все равно порядка 14 то есть вот этот угол атаки у нас прямо таки невысокий узи крау около таки несколько лучше получается мы видим аватар у нас перешел на такие уже жалюзи все тут они добавили молодцы передний лидар даже видно как у мерцает там внутри даже глазом видно дальше у нас точно так же как у 11-го лидары в крыльях машина на 20-х колесах здесь завода стоит данлап свое отношение к данным данного пособа говорить не буду но мне не нравится мне не нравится резина данлап silent core здесь написано 265 45 20 у нас по кругу то на 20 дисках что на 21 дисках у нас будет резина 265 на 45 в принципе 275 на 40 ставим и спокойно ездим если мы говорим про зимний комплект покрышек если заказываем сюда какие-то кованые колеса то соответственно уже там будем играть от ширины потому что немножечко в принципе есть куда тут сыграть машина у нас с таким пакетом стайлинга видите вот эту серебристую полосу когда вы ее видите означает что на машину купили вот это вот дополнительный обвес потому что есть автомобиль который просто приходит на черном пластике сразу скажу с этим пакетом я уже видел эту эту машину с этим спорт пакетом скажем так выглядит намного интереснее однозначно ну на мой взгляд ребят мы очень редко снимаем выдачи каждый день обычно у нас ну там две-три выдачи бывает виталий и самары ребята у нас заказали l7 и знаете какая интересная штука получилось машина была куплена из наличия в киргизии киргизии нам отправили машину у которой была разбита в свое время либо в китае либо на киргизии крыши и поменяна и там одна из стойка вдоль крыши билась там 3000 по толщиномеру 3000 микрон но в качестве извинений у нас вот здесь стоит целая машина и должна была быть машина двадцать третьего года мы ребятам выдаем двадцать четвертый год извиняюсь от себя за время которое время которое до ушло чуть больше спасибо вам большое за выбор за то что выбрали нас вот катайтесь с удовольствием для меня это будет вообще самым большим комплиментом чтоб вы радовались классная машина спасибо большое ребята то что сделали все качественно все спасибо вам большое за выбор еще раз по защиткам сделано уже лучше чем 11 11 были немножечко случай когда мы с вами застреваем в песке в снегу можно было оторвать защиту вставала все на место и и не разрывала но она вот с болтов слетала скажем так здесь уже сделано лучше пластик плотнее но это все пластик то есть как на ю восьмом металлическую защиту мы с вами здесь по-прежнему не ждем это легковой автомобиль не предназначенный для того чтобы ползать по колеям там и все остальное батарея закрыты металлическим листом но это литий он как мы все с вами знаем литье он надо хорошо защищать поэтому собственно здесь как знаете на манер бейди примерно это сделано снимать мы ее полностью не будем какой монолитный защитный лискок м 1 2 Viktor lost ну а как обычно это обычно как обычно это обычно в общем как обычно это делает любой из производителей ну кроме закかなar а старый батарей на столом карты у него был просто алюминиевый толстый защитный лист сдвоенный такой на новый батареи кстати кстати рок новый зиккор ну раньше лет арестовый зиккор я не жду поэтому только летом я смогу вам рассказать как же он устроен на самом деле как же какие плюсы крови в себе вот это вот двойная пневма то что сейчас Стало популярным то, что сейчас ставят и на Лисяны в рестайлинге. А сейчас возвращаемся к 12-му. Все это дело разбираем и приступаем ближе уже к техничке. Ну вот, мы с вами разобрали защиту. Защиту, как полагается, аватру, что было с 11-м, что здесь с 12-м. Защиту как будто делало очень много человек и в разное время. Одни применяли саморезы, вторые применяли пистоны, третьи применяли болты М6. И все это вместе уживается на этих пластиковых защитках. Как будто просто болтов М6 там не хватало. Притом интересно, пластиковые защиты закреплены через локтайд, то есть через фиксатор резьбы. Зачем? Не знаю. Ну ладно, они так видели, они так придумали. Сразу первым делом, ребята, встречаем алюминиевый подрамничек у нас спереди. Не как, например, у того же Зикра. У Зикра у нас был здесь стальной подрамник. Дальше очень мощное крепление переднего мотора. Ну, передняя подушка, например, у нас здесь промежуточный подшипник, точно так же, как у Зикра. Чем мне с самого начала всегда нравились моторы на 11-м, ну вообще в целом на аватаре. Они, как Тесла, на них есть масляный фильтр. Эта идея мне очень нравится. Ребята, молодцы. Моторы у нас разной мощности. Общая мощность машины 578 лошадиных сил. Дальше передний мотор чуть слабее, задний чуть сильнее. Но, что интересно, 12-й тоже уже прошли лабораторию. Вот вроде по китайским документам получается, что мощности там и там 578 лошадиных сил. Но средняя 30-минутная мощность, которая у нас идет с вами в налоговую ставку, она в ПТС-ке указана у машин разная. 11-й вплотную подбирается к 250 силам, а у этой машины порядка 200 сил получается в ПТС. Хотя, по большому счету, мотор это одинаковый. Подвеска уже по большому счету классическое решение для всех современных электрических китайцев нормального, скажем так, качества. Поперечный рычаг, диагональный рычаг. Очень похоже на МЭРС. Амортизационная стойка у нас вот через такую вилку крепится на нижний рычаг. Все, в принципе, нам уже знакомо. Сверху треугольный рычаг. Очень похоже, опять же, на Зикра. Но сейчас все автомобили примерно с такой массой, такого класса у нас строятся вот примерно с такой подвесочкой. Все это нужно для того, чтобы оно прилично руилось. Тормоза у нас здесь стоят обычные, вообще абсолютно не впечатляющие в этой версии. Плавающая скоба с двумя поршнями. То есть на тормозах, по большому счету, заострять внимание вообще нечего. Поворотный кулак алюминий. Опять же, это классика. Рейка чья? Давайте попробуем посмотреть. Рейка написана своя, аватар. Чей мотор стоит? На моторе наклейки нет. По изоляции, в принципе, все прилично. Но аватар, кстати, из тех машин, которые вот по Китаю. Я, когда мы были в Китае, когда первый раз я ознакомился с 12-м. Вообще серия про 12-й аватар должна была выйти в прошлом ноябре. Ровно тогда, когда эта машина вышла. Я был в Китае, и я в салоне снимал, скажем так, обозревал эту машину. Но эти файлы безвозвратно утеряны благодаря одному моему китайскому другу. Ну, так вышло. Зато сегодня мы с вами полноценно с подъемничкой все дело начинаем. То есть решение по подшипнику, как я уже сказал, точно так же, как у Zikra. Ну, в принципе, при устройстве, когда у нас один мотор спереди, да, по-любому нам один из приводов длиннее. На этот привод нужна дополнительная опора. Вот у нас как раз этот подшипничек промежуточный. Дальше. Катловская батареечка у нас здесь, как вы все знаете. Ну, глупо было что-то другое здесь ожидать, потому что, как мы с вами знаем, Чинган Хуэй Катл. Вот как он у нас за все это дело отвечает. 94, ребят, киловатт-часа. Не самая большая, не самая маленькая батарейка. Редуктор моторный 90%, что здесь стоит, сухой. То есть масло здесь будет чисто редукторное. Фильтра, фильтра, фильтра. Хорошо, что фильтра стоят на моторах. Что на переднем, что на переднем. Все приятно. Батарея, кстати, совершенно небольших размеров. Когда ты сходишься, например, под Zikra, кажется, что она прямо-таки потолще и побольше. Катловские клапана мы видим. Разъемы пластиковые. Здесь, как на Ю-8, как на BMW i7, мы такого металлических таких историй мы с вами не увидим. По защите я уже, в принципе, говорил. Смотрите, вот у нас один лист защиты. Это все-таки двухмиллиметровый, да. Дальше идет троечка уже алюминиевая. И дальше уже сама батарея. То есть раз, два, два слоя защиты. Дальше уже у нас начинается батарея. Здесь у нас, ребят, стоит под углом примерно 45 градусов. Вот под таким вот, в эту сторону. Радиатор точно так же, как у 11-го. Почему? Потому что на морду, когда мы смотрим, у нас нет крупного воздухозаборника. Воздухозаборник снизу для того, чтобы эффективно, как это дело, остужать. И для того, чтобы у нас под капотом, скажем так, под передним багажником осталось немножечко ниши для каких-то вещей. Ребята заваливают вот так вот радиаторы. Защищено все это дело нормально. Рамка телевизора, металлопласт. Эти решения все стандартные. Что здесь еще у нас? Пойдемте назад. Ну что, мы с вами под задней частью автомобиля. На самом деле, места столько, что кажется, что могли поставить, как у 11-го, версию на 116 кВт. То есть здесь, на мой взгляд, могла бы поместиться 116-киловаттная батарея. Возможно, позже они появятся. И да, кстати, аватар нам обещают, что они сделают эти автомобили с гибридным приводом. То есть последовательные гибриды будут такие же, собственно, как Лисян, как Лояфри, как Поларстоун. Наверняка это все дело будет пользоваться спросом. Дальше мы видим здесь у нас вход по высоковольтной линии от зарядки. Здесь у нас будет блок управления БМС-ка наша пресловутая. Ну, скорее всего, она здесь, судя по этому отливу. Да, наверняка она живет у нас здесь. Коннекторы, как мы видим, у нас не металлические, пластиковые. Вот у нас задний мотор, который прикрыт, задний редуктор в данном случае, прикрыт такой шумотеплоизоляцией. Задний массивный достаточно подрамник тоже из алюминия. И интересная особенность по задней подвеске. Подвеска у нас трехрычажная, но свою, скажем так, основную роль несет здесь огромный H-образник. Смотрите, какой он крупный, вот он у нас. И дальше вот эта тяга, по большому счету, будет нам регулировать схождение. И верхний небольшой рычажок стальной. И всю нагрузку на себе несет вот этот большой H-образник. На нем и пружина. На поворотном кулаке уже прикреплен сам амортизатор. То есть здесь не телескопическая стойка в сборе, там, пружина на амортизаторе. Здесь все отдельно. Стабилизатор, ну, эта история вся совершенно обычная. Собрано на самом деле все достаточно прилично. Ну, аватор, в принципе, нам уже это все показал на 11-й машине. А 12-й уже глупо было ожидать, что они уронят как-то планку. Если вы вот туда наверх заглянуть, видно, что лонжерон как раз-таки исполнен из алюминия. По герметику обратите вот сюда внимание. Швы закрываются все вот таким образом. Где-то, конечно, они перекрыты. Вот здесь, например. Но это у нас наружная планка. Это будет внутренняя. Вот наша алюминиевая часть лонжерона задняя. Нет, вот она алюминиевая. Вот у нас, да, уже сталь начинается. Когда вот такой профиль мы видим, это у нас стальная история. Вот здесь вот же у нас алюминий. Вот такие болты, когда мы видим, это остроконечные болты, которые сверливаются сами собой в металл. Это места, где крепится сталь с алюминием вместе. Довольно, ребята, интересное решение у нас получается по месторасположению заднего преобразователя. Смотрите, он висит у нас просто под бампером. На самом деле, единственное, что меня обрадовало, что здесь все очень круто закрыто. Я уже вам обратил внимание на то, что вот эта вся история, и пластик весь, он закреплен на целую кучу креплений. Но, на мой взгляд, лучше бы они это дело расположили где-то в салоне. Поближе к теплу, поближе к сухости. Потому что в наших условиях опять это все будет, извините меня, здесь будет постоянно влага и все остальное. Ну, надеюсь, гидроизоляция сделана будет достойно. По разъемам, ребята, обратили внимание, что в целом все очень прилично. Если мы с вами сравниваем с BID, это однозначно как-то у нас все сделано немного, на мой взгляд, получше. Единственное, в чем вот плюс был, например, на U8, я вам отмечал, что разъемы высоковольтных линий у нас были закрыты металлическими, скажем так, защитами. А здесь у нас вот пластик. Но, с другой стороны, как вы умудритесь ударить вот сюда, я не знаю. Здесь, во-первых, защита. Здесь у нас металл. Вот эту историю я даже не знаю, как помять при ее толщине, абсолютно не понимаю. Мы с вами на время перемещаемся под номер первый. Мы видим с вами батарею. Смотрите, батарея защищена принципиально по-другому, хотя и там, и там катал. Здесь у нас два листа алюминия, между которыми есть небольшая прослойка. И дальше уже у нас идет батарея. По пластиковым защитам все абсолютно то же самое. Подвеска, ребят, задняя у Зикра, по сути, по большому счету, устроена примерно так же. Тоже сюда же у нас либо пружина, либо пневмоэлемент будет крепиться. Здесь у нас амортизатор. Раз рычаг, два рычаг. А что же, кстати, по большому счету, это и есть H-образник. Только чуть-чуть другой, иной формы, чем у аватора. По разъемам, по Зикру у меня больших вопросов нет. Спросите, почему? Потому что Зикры это одни из тех машин, которые уже пробежали, наверное, больше всего по России. Именно по пробегу, по километражу. Да, есть, наверное, некоторые моменты, которые у Зикров там присутствуют. Но, по большому счету, часто все сводится к человеческому факту и просто к неумелому обращению к автомобилям. Сказать, что они там сыпятся на ходу? Нет, абсолютно такого нет. По передней подвеске номер 1 хотел бы отметить такую особенность. Толщина рычагов. Вес у аватора и у Зикра у обоих на уровне примерно 2-300. Но, на мой взгляд, эти рычаги ощутимо массивнее. Как минимум, они намного массивнее выглядят. Что поперечный, что наш диагональный рычаг. На этом, по большому счету, особенности у нас уже уходят. Чуть, на мой взгляд, крупнее здесь шаровые. То есть, на мой взгляд, передняя подвеска у Зикра сделана несколько более малолитнее, чем у аватора. А так, по большому счету, ничего плохого про 12-й сказать не получится. Потому что, все-таки, первый мы с вами берем за основу среди легковых электричек. Мы его берем за пример. Тот автомобиль, который пока что в легковом сегменте занимает лидирующую позицию по соотношению цена и качество. И аватор пытается, естественно, его в этом догнать. Как минимум, на российском рынке. А что у него из этого получится, мы с вами, собственно, наверное, летом уже и начнем видеть. Сколько же у нас будет появляться 12-х машин на дорогах. Ну что, ребят, финал по технической части аватор 1.2. Если кратко подвести вам мои эмоции, если мы, опять же, сравниваем с 001, 001 в плане устройства подвески мне кажется монолитнее. Размеры рычагов, размеры шаровых. То есть будто 001 рассчитывался немножечко на другую массу. Хотя оба автомобиля у нас весят 2300. Дальше по техничке. Там 100 кВт, здесь 94. По большому счету разница небольшая. Мощность здесь выше, но разгон немножко медленнее. А рестовый 001 так и вовсе выдает уже 788 лошадиных сил. И он ощутимо быстрее и мощнее, чем аватор 1.2. Да, остается такая штука, как внешний вид. Но мы с вами сегодня рассуждаем про техническую часть. И там, и там катал. То есть автомобили, по большому счету, по устройству близкие. Здесь более футуристичный салон, но это опять не к сегодняшней серии относится. Говоря о технической составляющей, все сделано по большому счету достойно. Да, мне бы хотелось, чтобы здесь была более такая массивная, крепкая, крупная подвеска, как и на 001. Да, мне бы моментами хотелось такую же защиту, как там, потому что она, мне кажется, мощнее. Защиту именно батареи. В плане защиты всех остальных аватор, наверное, местами даже выигрывает у 001. По расположению всех инженерных деталей, мне не понравилось расположение заднего преобразователя. Вы сами это видели, он находится под задним бампером. По кузову все круто, алюминиевые лонжероны, современно, крепко. Прочность кузова, крепкость кузова на кручение по-любому будет высокая у этого автомобиля. Все сделано современно, в ногу со временем, но пока что, наверное, я свой взор останавливаю на 001 и как раз на их рестайлинге. Ну да, здесь, конечно, крутая внешка. А так, по большому счету, два очень похожих автомобиля. Тепловая история, ну, отопление у нас устроено в обоих похожим образом. В обоих автомобилях у нас тепловой насос плюс 5C-хитр. То есть это у нас более современный подход, чем просто два 5C-хитра. Один из которых греет салон, другой греет батареечку. Поэтому время, скажу, опять же, покажет, а мы будем за этим всем наблюдать. Спасибо вам большое за внимание. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»